В эфире Аркадий Чумаков, автор канала «Как это сделать в After Effects». В сегодняшнем видео я расскажу о пяти скриптах крутых, которые когда-то были платными, а сейчас можно их получить совершенно бесплатно, установив свою цену. Итак, сразу, не откладывая в долгий ящик, заходим на сайт iscripts.com. Нужно здесь пройти предварительно регистрацию. Вот вы видите, что я уже зарегистрирован. Ссылки на скрипты находятся в описании. Как качать скрипты? Я покажу это на примере Lightman. Вы открываете ссылку, видите здесь карточку проекта и заветные четыре слова. Name your own price. Это означает, что вы можете выставить любую цену, не только 14. Можете выставить 50 долларов, можете и 0 выставить. Идем в корзину и смотрим. Здесь в корзине у нас появился, вот он, FT White Autobalance. Дальше идем просить to check out. Перед этим важно проверить, чтобы у вас было по нолям все, чтобы у вас случайно не списались никакие деньги с карточки. Мало ли, всякое бывает. Вот здесь вы видите Subtotal и GrandTotal по нолям. PlaceOrder. Ваш заказ. Переходим в раздел скачки лицензии. И скачиваем скрипты. Первый, второй, третий. Бум. Давайте теперь заглянем внутрь, что у нас там есть. Первый скрипт, Rift. Это, наверное, самый часто используемый рифт у меня в работе. Что он делает? Например, у нас есть анимация появления портфеля, вот такая. Рифт позволяет выделенные слои двигать и совершать с ними разные манипуляции интересные. Причем не только с самими слоями, но и с ключевыми кадрами. Например, мы можем их сдвинуть сразу на 15 фреймов разом. Можем сдвинуть, допустим, не все слои, а только ключевые кадры. Вот так это будет выглядеть. Если у нас здесь есть какие-то маркеры на слоях, то это тоже можно подвигать. Можно центрировать кейфреймы. Допустим, выделить кейфреймы и позиционировать их вот так. То есть это достаточно мощный инструмент. Я думаю, что иметь его в арсенале просто необходимо. Особенно, когда он стал бесплатным. Следующий скрипт называется гридер. Делает из выбранных объектов грид. Решетку, то бишь. У нас есть разбросанные объекты. Хаотично я их выделяю все. Жму гридер. Увляется окошко. И здесь в окошке вот можно... Сразу он начинает формировать в зависимости от настроек фигуры. Это может быть круг. Спираль тут можно задавать. Потом можно их в 3D режим сразу переводить. В общем, тоже достаточно мощный инструмент. Полезный, я думаю, будет. Особенно, когда куча фотографий. Чтобы не сидеть вручную, не составлять из них панно, можно использовать этот инструмент. Следующий эффект тиклер. Эффект создает стоп-моушена. Я здесь написал дрожь и трепет. К сожалению, он не работает напрямую с текстом. Если я сейчас попытаюсь сделать дрожание этого текста с помощью тиклера, то он будет ругаться. Не хочет. Поэтому текст переводим в шейпы. И чтобы было интереснее, разобьем это все на отдельные составляющие. И теперь каждый из них применим уже тиклер. На слое появились настройки эффекта. И сейчас мы просмотрим, как он выглядит. Такой мультяшный эффект. Прикольный. Еще один бесплатный плагин. Это автобаланс белого. Причем здесь плагин не только для After Effects, но и для фотошопа. Вы видите, на экране я снял лес. Снял я его с правильным балансом. Но на постобработке мне показалось, что будет интереснее, если он будет вот таким синим. Странным синим лесом. И сейчас мы... Это не скрипт, это плагин. Сейчас мы его бросим на слой и посмотрим, как он работает. Здесь предлагается выбрать точку серого. Не совсем авто. Даже у себя в туториале автор показывает, что нужно выбрать цвет, а потом найти все-таки, где же это белый цвет этот. Я думаю, правильнее будет сделать так. Мы выберем наш якобы серый цвет и добавим сюда эффект экспозиции. Здесь видно, что на два стопа примерно не досвечен кадр. Вот. В принципе, близко, да. Похоже на правду. Для сравнения сделаем слой без эффекта. То есть вот было, стало. То же самое работает с видео. Видео показывать не буду. Я здесь на примере фотографии показал. Работает аналогично. И, наконец, пятый скрипт. Это скрипт Lightman. Он позволяет взглянуть на объект через источник света. Используем. У меня есть композиция. Здесь у меня показана активная камера. Здесь вид спереди, просто фронтальный. Создаем Spotlight. И, используя инструмент Camera Tool, позиционируем наш источник света так, как нам заблагорассудится. Вот видно, что когда я делаю все эти движения, сразу снизу показано, как меняется сцена освещения ее. Видимо, скрипт создает привязку с источника света к камере. И таким образом можно легко и без проблем осветить сцену так, как вы хотите на ваш вкус. На этом все. Оставляйте ваши комментарии под этим видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и приглашайте друзей. Пока!